Друзья, всем привет! Сегодня по просьбам моих подписчиков буду делать видео о том, как установить инсталляцию. В данном случае мы будем устанавливать инсталляцию ГРОЕ. Выглядит она вот так, на картинке изображенная на коробке. Ну, сейчас я ее распакую, вытащу все внутренности и начнем монтаж. Так, ну в общем в комплекте переходной канализационный патрубок 110 на вроде 90, если я как правильно помню. Далее уголок, уже сюда вот он непосредственно монтируется на инсталляцию и вот в это вот отверстие будет вставляться выходная трубка канализационная сливная из унитаза. Ну, тут далее заглушки, болты, фурнитура, в общем, крепежная, монтажная, то есть заливной патрубок, который из бачка подает воду в унитаз. И вот сама трубка, которая сливает с унитаза прямо в канализацию. Так, так же сразу в коробке идет кнопка, выглядит она вот так, но я вам позже покажу, как она будет выглядеть на стене. Еще одна коробочка, здесь вот у нас находится шланг, кран от инсталляции, который перекрывает воду. Ну, вот эта вот сама коробочка, она должна монтироваться на инсталляцию, куда будет потом подключаться кнопка, то есть монтироваться кнопка. Сейчас пока вот это все нам не нужно. Так, вот еще, кстати, вот эти кронштейны, они будут крепить инсталляцию нашу к стене. Они нам нужны будут чуть позже. Вот она инсталляция, она находится на цельном каркасе, нет сборных элементов, все идет целиковое. Размер ее 50 и высота где-то 110 сантиметров. И самая важная отметка, вот она еле заметная, это вот отметка метр от уровня пола. То есть, когда вы будете устанавливать данную инсталляцию, либо любую другую, всегда не забывайте про отметку 1 метр от уровня пола. Это специально делается для того, чтобы унитаз у вас был, находился на том уровне, на котором он должен. Так, ну что ж, вот она наша красавица. Теперь будем монтировать ее вот сюда. Ну, естественно, первым делом нам нужно подогнать канализацию под эту ерунду и закрепить инсталляцию к полу. Но так как стена у нас отсутствует, находится где-то далеко, но это подзагребневая плита, поэтому сейчас я здесь еще сделаю планочку, которую буду крепить уже инсталляцию. Ну, это будет у меня брус, и с помощью этого бруса, в общем, я должен буду сделать импровизированное выселение для монтажа инсталляции. В отсутствие стены я использую брусок 60 на 40. Зафиксировал его с этой стороны к стене, здесь вот тоже к стене, ну и тут к веншахте. Сцепление, крепление надежно, потому что я уже попробовал его выдернуть, это не получилось сделать. Соответственно, можно на него рассчитывать, положиться, потому что с ним ничего не произойдет. Так, и теперь, когда я уже сделал заднюю стенку импровизированную, теперь можно его зафиксировать с помощью креплений. Вот таких вот креплений. Закрепить эти штучки к этому бруску. Естественно, не на саморезы. Я просверлю отверстия насквозь, и с помощью болтов стяну их на жестко. Итак, установил инсталляцию на свое место, и в итоге случилась одна небольшая неприятность. Крепления, которые свои родные, они очень оказались большие, и в итоге они выталкивают инсталляцию за пределы моего каркаса. Ну, буквально где-то на миллиметр, сантиметра полтора. Вот. И получается, что сейчас я вот эти самые крепления, которые идут в комплекте, установить уже не смогу. Придется мне просверлить отверстие точно по центру, и уже насобирать это все на шпильки. Как бы функционал от этого не пострадает, спокойно можно собрать на шпильку, без вот таких вот креплений. Ну что ж, это уж опять дополнительные расходы. Придется ехать в магазин и закупать шпильки, и с помощью них буду уже собирать инсталляцию до конца. Но пока оставляю так, потому что с этим ничего не сделать, подрезать тоже нерезонно. Ладно, ничего страшного, выход всегда найдется. Пока будем делать канализацию. Вот таким вот образом нужно будет закрепить инсталляцию на шпильках. Вот так вот, для того, чтобы зафиксировать ее в этом положении. И естественно, нам нужно будет заранее подготовить каркас, чтобы инсталляция была у нас с каркасом на одной плоскости. Вот так вот мы ее проверяем. Вот, инсталляция и каркас на одной плоскости. И также нужно будет закрепить лапки к полу. Ну это естественно уже понятно. Отметку делаем и сверлим. Бурт десятка. Практически у всех инсталляции одно и то же. Также сверлим с этой стороны и закручиваем болт. Ну все. Можно сказать, инсталляция у нас практически собрана. Канализация подключена. Вон она уходит туда прямиком в канализацию. Здесь у нас уже идет канашка с раковины. Так, и теперь нам нужно вот этот сосок запитать сюда. Здесь у нас будет находиться краник, который будет перекрывать воду доступ к инсталляции. Ну а с этой стороны вот у меня для гигиенического душа тоже выход. Он будет находиться вот в этом вот углу. Ну сейчас буду подключать кран для инсталляции, а потом уже гигиенический душ. Как я показывал, вот в этой коробочке находится у нас шланг и вот такой вот кранчик. Резьба одна вторая, а здесь вот резьба тревосьмых. Ну а для тех, кто не в курсе, тут вот подробно показана инструкция, как собирать и разбирать бачок и его внутренности. Можно не выбрасывать, можно сохранить, можно просто сфотографировать, либо найти в интернете. Я думаю, это все в доступе есть. Так, и теперь вот эту вот крышку. Также вот этот кранчик с этим шлангом нам нужно установить в бачок. В общем, запитали подводку. Так, здесь у меня стоит американка. Здесь вот у меня установлен кран. Теперь нужно соединить шланг. Один вот соединяем на эту пластмассовую резьбу. Здесь тоже три восьмых. И второй конец шланга. Вот так вот он выглядит. Мы соединяем уже на сам кран. Кран нужно устанавливать как сверху, так и сбоку. Сбоку я уже поставил заглушку. Когда он стоит сбоку, удобнее дотянуться до кранчика, который находится вот здесь. Здесь тут плоская отвертка, и просто нужно будет его открыть, когда мы дадим воду. Но пока он у нас стоит в закрытом положении. Получается, сейчас мы надеваем этот шланг. Тоже закручиваем. Так, обратите внимание вот на эту штуку. Эту штуку нужно убрать. Это нам нужно для того, чтобы сливной механизм заработал. Если он у нас останется, сливной механизм просто не сможет подняться. Он его блокирует. Вот так вот мы его отодвигаем и вот так вот удаляем. И теперь у нас сливной механизм уже спокойно поднимается. Он будет подниматься за счет вот этой трубки, в которой будет поступать воздух с кнопки. Можно проверить так вот. Это я сейчас подул в эту трубку, и механизм заработал. Так, ну в общем, пока мы оставляем это все так. Здесь запаяли, сейчас затянуть и занимаюсь я пока гигиеной. А потом уже буду собирать каркас и устанавливать вот эту коробочку, которая будет держать впоследствии кнопку. Ну вот так вот, короче, собирается эта инсталляция. Монтируется с одной стороны, ничего сложного в этом нету, так что спокойно можете это делать самостоятельно. Но, еще раз хочу заметить, все-таки это лучше доверять мастерам, которые знают в этом толк. Но если вы уж не доверяете мастерам, то можете это сделать самостоятельно. Хуже будет только. Хуже, я думаю, его не будет. Кстати, вот эта вот коробочка, она ставится очень просто. Вот тут у нее стоят такие вот фиксаторы. Мы просто вставляем их в отверстие вот туда. И название всегда должна смотреть правильно вверх. Так. Все, здесь зафиксировали. И все, у нас кнопка стоит. Вот, жестко. И потом будем мы уже подрежем тот размер, который нам нужен будет, и уже установим на него кнопку. Но это уже, естественно, будет после облицовки плиткой. А пока резать его не стоит. В принципе, и на допустим, в этом нет. Хотя бы пыль туда попадать не будет. Лишняя защита. Лишняя защита. ну так как то так ну что ж я думаю на этом достаточно если у вас остались какие-нибудь вопросы ко мне относительно моей работы то вы можете задать их под этим видео в комментариях либо в любом другом аккаунте которые также будут ссылки в описании ну и не забываем поставить лайк этому видео но также если вы еще до сих пор не подписались то обязательно подписывайтесь впереди еще будет много чего интересного полезного я вас уверяю на этом все всем спасибо всем пока